почему-то у меня какие-то сложности вот так не годится отключить я сделаю хорошо страну вроде видно сюда уважаемые коллеги я сегодня буду модерировать наше заседание открываю официально четвертое заседание клуба про оценку мы продолжаем свою работу и надеюсь продолжим дальше я рад приветствовать всех участников и у нас сегодня будет ну несколько таких новых ходов технических которые мы попытаемся использовать значит тема нашей сегодняшней встречи это мониторинг социальных проектов и программ и на экране вы видите вопросы которые мы предлагаем к обсуждению сегодня какие сложности возникают в связи с мониторингом что такое мониторинг вообще чем отличается от оценки как разработать хорошие показатели можно ли проведение мониторинга при проведении мониторинга обойтись без показателей как соотносится система мониторинга оценки и так называемой системы crm и я передаю слово алексей кузьмину я здесь задержательное спасибо спасибо я я просто два слова хотел добавить уважаемые коллеги мы ищем формат проведения клуба чтобы это действительно было похоже на клуб на обсуждение и меньше походило на семинар какой-то или онлайновые лекции поэтому в этот раз мы увидите еще там пару вещей хотим новых сделать походу но вот когда формировали вопросы вы наверное в анонсе видели что мы написали мы некий такой опрос проведем перед началом но в этот раз мы опрос провели персонально просто к нескольким людям обратились и дополнили вопросы в частности так у нас появилась тема crm которая сегодня конечно очень популярна и безусловно она имеет отношение к мониторингу просто я хотел сказать на будущее что мы обязательно будем обращаться к тем кто регистрировался в клубе и будет участвовать в заседаниях пожалуйста пишите тоже нам если что вот про оценку клуб gmail.com внизу адрес если по теме у вас какой то есть вопрос идеи и так далее обязательно дайте знать чтобы мы могли включить в программу мы стараемся максимально открыто здесь устраивать эти мероприятия спасибо а хорошо но мы продолжаем и как раз начинаем с небольшого опроса ссылку на него я даю вам в чат скинул только что и прошу вас по ссылке зайти и ответить на вопрос какие сложности чаще всего возникает связи с мониторингом проектов и программ мы сейчас собираем будем собирать ответы заходите пожалуйста а вернемся к ответам на эти вопросы в конце нашей встречи но немножко позже это будет связано связано с общей такой с общим ходом тематичным с тематикой и сходом наших нашего обсуждения а сейчас я просто попрошу вас ответить вопрос которые представлены и вот по ссылке какое-то время мы дадим для того чтобы вы смогли ответить алексей как там у нас вопрос нормально у нас 28 человек где-то около 3 уже ответили я думаю что сейчас уже уже почти половину до половины ответили давайте еще там минутку там не 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 так много потому что тут мнение мне не важны конечно мне кажется можно просто кликнуть по ссылке но вот вроде бы большинство так сделали ну собственно все так делали скорее всего связано с настройками вашего компьютера или устройство с которым заходить но ничего у нас есть уже 18 ответов из 20 семей я думаю что мы можем продолжим потихоньку на те кто те кто вдруг еще не успели ответить то они могут продолжать отвечать вполне так там люди подключаются но они не смогут уже наверное а вот пока сейчас будет следующая часть как раз может быть и уважаемые коллеги которые подключились только что там в чате есть ссылка на опрос пожалуйста загляните туда там один вопрос есть и он касается сложности которые по вашему опыту связаны с мониторингом загляните туда пожалуйста ответьте и мы в конце вернемся к этому я тогда буду продолжать давал да да пожалуй уважаемые коллеги но у нас первый вопрос мы не планировали много времени на него тратить но несколько слов здесь нужно сказать на это касается определения понятия мониторинг применительно конечно к проектам и программам первое на что мы хотели обратить внимание ваше вот у нас есть такой материал который подготовлен был американской ассоциации оценки еще в восьмидесятые годы прошлого столетия и здесь значит это к вопросу об отличиях мониторинга от оценки у них была рабочая группа специально сформированной ассоциацией и по понятным причинам что и профессиональная ассоциация хотела определить рамки профессии уточнить и возникающие и поэтому бар специальная рабочая группа описала виды деятельности которые относятся к оценке и вот мы когда с этим столкнулись впервые как бы получили ответ на вопрос чем мониторинг от оценки отличается внятный он ничем не отличается это один из видов от деятельности которые относятся к оценке и вот это как бы это особый вид деятельности но он относится к оценке оценка более общей категории и как вы видите здесь шесть категорий деятельности они всем наверное хорошо достаточно знакомы я на этом останавливаться не буду просто хотел обратить внимание что когда говорят об отличиях мониторинга от оценки в принципе если принять вот этот подход то тот вопрос снимается мониторинг одна из один из видов деятельности которые относятся к оценке можно так сказать значит следующий момент такой вот есть конечно определение разные определения мониторинга но вот это одно из достаточно популярных и оно предложено в глоссарии международной организации по экономическому сотрудничеству и развитию и это определение мониторинга ключевой момент в нем что это замер систематический замер значений заранее выбранных индикаторов показать и по сути определение говорит о том что мониторинг это такая деятельность которая основана на использовании показатель это определение опубликовано его можно найти в интернете есть конечно другие повторюсь но такое определение если взять определение оценки тоже там разные есть определение но мы чаще всего пользуемся определением таким рабочим который майкл квин пэттен дал американский специалист гуру в области оценки то здесь мы увидим что принципиальный момент который отличает это определение от мониторинга что здесь нет акцента на показателях и есть в остальном очень близко акцента на показателях нет то есть получается опять что если мы здесь на хотим провести какую-то грань между мониторингом и другими видами деятельности относящиеся относящимися к оценке то получается ключевое отличие использование показатель и поэтому мы думаем что если в качестве рабочей использовать классификацию которую вот мы часто используем и находим полезной она классификации видов оценки которая исходит из того что для вынесения суждений о программе или проекте могут использоваться а знание экспертов и в этом случае оценка экспертная то есть мы приглашаем знающих людей но вы они выносят суждение мы эти суждения каким-то образом используем это экспертная оценка может быть индикаторная оценка это как раз вот когда мы опираемся на замер значения индикатора и может быть эмпирическая оценка когда мы собираем погружаемся в программу в проект изучаем ход программы проекта как это реально в жизни происходит и потом на основе собранных эмпирических данных выносим суждение то это эмпирическая оценка и если эту классификацию использовать то тогда можно сказать, что мониторинг такой вид оценки, который относится именно к индикатору. Вот в качестве вступления я хотел такие вещи обозначить. Понятно, здесь есть несколько таких моментов, которые могут показаться и спорными или требовать прояснения, и поэтому, наверное, вот я Володе сейчас передам слово, да, Володя, и мы может быть чуть-чуть... Да, уважаемые коллеги, я вот предлагаю небольшую дискуссию провести, но именно вокруг базовых понятий и определений. То есть Алексей сейчас представил не всю информацию по мониторингу, а тем более по оценке. Есть ли у вас какие-то, может быть, вопросы или комментарии, касающиеся вот этих базовых определений и разделения, например, понятий мониторинга и оценки и так далее? Может быть, у вас какие-то другие мнения есть? Пожалуйста, я приглашаю к дискуссию. У нас в чате уже есть вопросы от Веры Чаадаевой. Но эксперты тоже на что-то опираются. Ну, это как комментарий, да, наверное. Вот. И от Юлии Карих. Субъективное мнение экспертов программы может быть основой для экспертной оценки? Ну, Алексей, вопрос, наверное, тебе. А, не, ну, я готов поучаствовать в этом обсуждении, да. Ну, экспертная оценка по природе своей основана на субъективном мнении знающих людей, конечно. И когда говорят об объективности экспертной оценки, это неправильное словосочетание. Экспертная оценка по природе своей субъективна, потому что нам нужны люди, субъекты, которые хорошо разбираются в предмете. Мы их специальным образом выбираем, устраиваем определенным образом процедуру, когда они, естественно, получают информацию о программе и так далее, и потом выносят суждение. Основой для дальнейших наших решений являются их суждения. Субъективные, безусловно. Ну, а опираются они на свой предыдущий опыт практических в этой сфере деятельности и на те знания, которые у них есть. Да, да. Какими могут быть критерии для специального отбора экспертов, я так понимаю? Такой вопрос, да? Да. Это в первую очередь зависит от того, на какие вопросы мы хотим ответить. и о какой программе идет речь. Поэтому надо подбирать людей, которые знают предмет, который нас интересует или имеют большой практический опыт. Поэтому критерии могут быть самые разные, и ни в коем случае нельзя говорить, что универсальным критерием является, например, уровень образования, наличие ученой степени, принадлежность к Академии наук и так далее. А вон Анатолий сейчас скажет. Не, а про экспертов все равно очень интересно, может быть, мы не уйдем от экспертов, потому что все время кто-то все время пишет какие-нибудь книги о том, что мнение экспертов и мнение толпы, есть такая даже мудрость толпы книжка на эту тему, что эксперты не всегда хороши. Но не знаю, насколько это разговор про экспертов. Я про определения хотел сказать два слова. Мне кажется, вот там два определения, которые дали. Там существует очень принципиальный момент, очень глубокий и очень такой системный в отношении мониторинга. И если в первом определении были показатели, и показатели, как правило, количество, да, правильно, то есть там показывает, что произошло, то во втором Паттон убирает показатели и говорит о результате. И когда мы говорим о результате, в нем действительно есть показатели результата, произошло или не произошло что-то, но в результате содержится еще одна вещь, которую очень трудно перевести в показатели, как мне кажется. Это удовлетворенность этим результатом заказчика или те, которые хотели получить этот результат. И ее показателями значительно сложнее измерить, хотя я каждый раз пытаюсь это сделать. Поэтому вот это два определения, они кажутся очень близкими, но в них содержится очень существенная системная разница. Я просто хотел на это обратить внимание. Результат всегда ценнее, чем показатели, потому что, ну, особенно когда мы будем говорить об индикаторах, мы еще затронем этот вопрос. А можно я тогда тоже расскажу свою точку? Да, Нина, пожалуйста. Я по поводу тоже мониторинга и оценки. Когда мы сталкиваемся с инновационными проектами, мне кажется, мониторинг, он нас загоняет несколько, но если мы жестко к этому относимся, то есть это процедура, которая нам все-таки диктует опираться больше на показатели, на индикаторы, на точные цифры. А если мы говорим об оценке, мне кажется, это все-таки понятие более позволяющее, по крайней мере, допускать возможные отклонения, изменения, новые какие-то результаты и так далее. Возможно, вот в этом где-то есть. Хотя, в принципе, мы понимаем процедуру и там, и там, но мне кажется, что все-таки оценка это пошире, и для инновационных проектов допустимость отклонения от показателей, оценка позволяет, ну, как бы больше, больше свободу, что ли, в отличие от, хотя и мониторинг и там, наверное, так, наверное, путано, но у меня вот в моем представлении все-таки оценка это по свободнее, пошире, допускающее разные возможности, я бы так сказала, а мониторинг, он пожестче, который заводит в какие-то вот точные границы. Но, наверное, и то, и другое очень ценно и важно. Ну, вот мое мнение. Да, мне кажется, тут вопрос стоит о том, что мы называем индикатором или показателем, и к вопросу о том, как он формируется. И если считать, что это какое-то заранее предполагаемое число, которое мы хотим достичь, да, то есть это то, что мы предполагаем. А если речь идет об инновационном проекте, то там могут быть неожиданности. И в этом смысле это заранее предполагаемое число, оно не укажет на эти неожиданности. Потому что мы заранее предполагали, что что-то должно случиться, да, и на это должна указывать какая-то цифра. Вот мне кажется, логика такая здесь может быть. В инновационном проекте на самом деле может оказаться, что этот показатель вообще не имеет смысла с точки зрения результата, хуже того. И вот тирания показателей может происходить, что если мы опираемся на это. У меня буквально на следующей неделе планируется обсуждение с одним из доноров, что у нас природа проекта инновационная, а характер отчетности и отслеживание результатов, он абсолютно не инновационный. Вот я как раз об этом. Да-да-да, я поддерживаю руками. Часто вводит стопор тех, кто проверяет, во-первых, проект, и кто отчитывается, и как найти им этот компромисс, особенно когда идут бюджетные средства. Это, честно говоря, целая задача, и возникают такие вообще непредсказуемые ситуации. Мне кажется, вот это вот важно учитывать, когда мы что-то... Отметим тему такую, индикаторы и непредсказуемые ситуации по ходу проекта, да, непредсказуемые, не в смысле плохие или хорошие, даже просто... Или особенности инновационных проектов, может быть, там. Да, да, и вопрос, да, как бы, может ли здесь быть какая-то система индикаторов, и может ли она помочь в оценке этого проекта. От надежды... Ну, только ободняты, видишь? Да, я сейчас... Я сейчас от надежды рождественской только вопрос подсчитаю, а потом Елену подключу. А вообще, значит, Надежда, такой вопрос. А зачем вообще разводить понятие мониторинг и понятие оценка? Это как-то сказывается на практической деятельности в области оценки, как я понимаю, или это скорее академическая история? Нужно ли это вообще разводить? Хороший вопрос, Надежда. Я думаю, Надежда, и ответ есть. Ну... Здравствуйте, нет у меня ничего, я сама страдаю, думаю. Надежда, ну, мне кажется, что это, конечно, не академический вопрос, а он скорее в практической плоскости лежит абсолютно, потому что во всем мире, и в английском, и в русском языке уже утвердилось как одно слово – мониторинг и оценка. Отдельно редко даже говорят. И на самом деле то, что это произошло, это вообще-то не совсем правильно. И я много раз участвовал в обсуждениях на разных уровнях, в том числе довольно высоких, там, ну, скажем, какая-то глобальная конференция программы развития ООН, там где-то была международная. И там тоже начинают обсуждать, чем мониторинг от оценки отличается. И мне кажется, что вот сам факт такого рода обсуждений, он как бы говорит о том, что не до конца понятна природа оценки. И если ее для себя уяснить, то вопрос снимается. Вот мне так кажется. Ну, пока вот. Я бы так сказал. Вот у меня пока, да, интуитивное какое-то ощущение, что очень часто есть запрос, как вы сделаете нам хорошо, а каким словом вы это назовете, ну, вроде не совсем важно. Да. То есть, с одной стороны, это так, с другой стороны, учет четкой терминологии, она, конечно, рулит миром. Хорошо. Давайте Гелене передадим слово. Она руку держит давно. Да, давно руку держу. Я вот и к Анатолию, когда заказчик доволен или недоволен, то есть какие-то показатели, возможно, надо сделать градацию от ноля до пяти, например. Что значит для вас самый хороший показатель? Ну, пятерка. Как это будет выглядеть? Как вы это представляете? И один балл – это то-то, второй. Ну, то есть градация определенная и мониторинг как раз, скорее всего, будет выявлен в динамике, достигаем мы этого результата или нет. Вы говорите о разном качестве показателей, да? То есть, как бы определять наиболее важные. Да, но они имеют определенный балл. От одного будет до пяти. Ну, от одного до десяти. С помощью этого попробовать замерить удовлетворенность, например, вы это имеете в виду, да? Что удовлетворенность замерить по бальной системе и вывести показатели. По бальной системе. Ну, вот мозговые показатели у нас, бальной системы, в определенных психологических техниках, что для вас будет самым лучшим показателем, если вы, например, кто такой самый здоровый человек? Какой он? То есть вот этот показатель здоровья, например, он может оцениться. А плохие кто они? Ну, и вот этот мониторинг он идет. Где вы хотите оказаться? Я-то имел в виду примерно следующее. На какой вопрос отвечает мониторинг? На вопрос, достигли ли мы этих показателей или достигли ли мы того или иного результата? Ну, возможно, как-то косвенно. Просто мы сейчас все же работаем над индикаторами, показателями. И прям, ну, действительно, спасибо, что какой-то инсайт вот сейчас произошел, потому что у меня за стеной как раз мониторим теоценки. Мне кажется, вот еще важная тема у Анатолия звучит в комментарии по поводу разделения понятий показателей результатов. Ну, то есть результат проекта, да, там один из результатов проекта и индикатор. И как бы вот эта вот тема звучит, это одно и то же или нет все-таки, да, и, ну, как бы, если это одно и то же, зачем тогда разделять эти понятия? Но все-таки разделение существует, индикатор и результат. Мне кажется, вот эта тема тоже, если говорить о каких-то базовых основах, важная. Давайте, может, пример приведу по армянскому моему опыту. Там проект был по мобилизации общин, и люди должны были сделать какой-нибудь проект, и потом они должны поверить в то, что община может сама объединиться и достичь результата. Ну, и показателем было, естественно, сделали они проект или нет. Вот, и часто бывали такие вещи, что люди достигали результата, они там что-нибудь делали, вот, но при этом они сильно поссорились по дороге, и вера о том, что они должны там, что они могут что-то сделать, исчезала в этот момент. Есть более сложные примеры на эту тему, скажем, там, удовлетворенности клиентов. И, собственно говоря, то есть индикатор показывал, что результат есть, а вот это вот вопрос веры, который замерить достаточно трудно, или это, которое потом должно превратиться в изменение поведения долгосрочного, влияние проекта должно произойти. То есть это, скорее всего, будет наоборот совершенно. Ну, тут это к вопросу об ограничениях этого подхода к оцениванию индикаторного. Давайте я последний комментарий. Можно еще? Да, Елена. Короткое изображение и вопрос у меня есть. Ну, вот мое представление о мониторинге, что вот это такой тип оценки, ну, как бы частный случай, если у нас есть налаженный процесс, и в этом смысле вряд ли это относится, ну, актуально для каких-то совсем новых процессов. А вот если есть известный процесс, который повторяется и повторяется, и уже понятно, и к нему есть вот эти показатели, на которые мы смотрим, да, и вот это у меня укладывается в понимании мониторинга, да, то есть действительно есть показатели. Структурированный процесс такой, есть структура, все понятно. Да, да, и тогда понятно, что дальше можно анализировать, что с этими показателями происходит. И, ну, как-то в моем опыте это скорее не будет иметь отношение непосредственно к финальному результату, ну, какой-то промежуточный, например, или как оно идет. Но при этом, вот тут у меня возникает вопрос, что, ну, если совсем простой пример, то вот можно в школе мерить скорость чтения или, неважно, не в школе, да, вот мы меряем скорость чтения, это мониторинг. Вот из года в год или, там, из месяца в месяц, из группы в группу мы что-то меряем, там, как приседает или как читает или как считает. Но, может быть, можно, вот можно и нельзя отнести, например, к мониторингу, если из группы в группу участники, там, в своих анкетах обратной связи, ну, там, фиксируется, например, их эмоциональное состояние на входе, на выходе, и уже это стало таким устоявшимся показателем, да, то есть по итогу в конце каждой группе есть вот эта дельта. В каком-то смысле это перестает быть, если это делалось там первые несколько раз, может быть, это и нельзя назвать мониторингом, но если это встало на традиционные рельсы, и это важно почему-то для тех, кто вот эти группы проводит, то, может быть, уже можно это отнести, что это некий такой мониторинг, рука на пульсе, что происходит с группами. Вот. Это не единственный инструмент, но как вот такой, ну, стабильный и с пониманием, зачем он нужен. Вот здесь, как бы, на мой взгляд, есть такая грань, но перетекающая, когда то, что не было мониторингом, в какой-то момент, в какой-то части может стать мониторингом. Но у меня вот вопрос по качественным показателям, потому что как-то на ум приходят примеры именно количественных показателей. Вот тут я понимаю, это мониторинг, количественные показатели. Пример вот так легко привести, когда у нас качественные показатели, а это мониторинг, без сомнения, и никакой не другой тип из тех шести на одном из первых шлайдов, когда было показано. То есть, мне кажется, здесь не столько вопрос, то, что мониторинг – это более узкое, это как бы часть оценки, это кажется как-то более понятным. А вот где он, где можно, как можно трактовать с каким-нибудь другим типом оценки? И вот в части качественных показателей вот тут у меня возникает вопрос. Но у нас еще рука есть, один комментарий, и время подходит к концу. Я бы вот насчет качественных, количественных – это тоже вопрос большой. Но мне кажется, Елена, вы в своем рассказе привели им, например, качественного показателя, когда вы говорите об эмоциональном состоянии группы. Ну, например, там наличие какого-то сопротивления процессу обучения. Ну, это, конечно, показатели качественные, но вот как его посчитать? Нет, я имела в виду, что если участники сами заполняют и ставлют по шкале, оценивают по шкале в начале и в конце, и получается число. Ну и что? Если они оценивают свой уровень агрессии, например, к ведущему, это важный показатель такой качественной ведения группы. И если они замеряют это, они отвечают на анкету. Но итогом же ведь показатель будет какой? Число людей в группе, которые испытывают ярость или неприязнь или не испытывают. И это вообще-то качественный показатель, но он выражен в числе. Да, да, ну вот тогда так, качественный. И инструмент сбора здесь, да, анкета самооценивания такой. Самооценивание, да, самоотчет участника группы. Мы приняли вот за инструмент именно такой придумать. Володя, я вот к ведущему очень позитивно испытываю чувство. Ну, мне кажется, что... Перехожу за грань. Перехожу за грань. Не-не-не, которая появилась сейчас, она переводит нас к следующим вопросам. Вот может, Анатолий закроет эту тему и мы дальше пойдем? Хорошо, хорошо. Ну, просто у меня комментарий к тому, что Елена сказала и ниже перед этим. Нина до этого говорила еще. На самом деле, есть даже проект инновационный. Мне кажется, что Елена говорит о следующем, что если процесс хорошо отработан, то и качественные, и количественные показатели, они просто, поскольку они проверены уже, то они просто хорошо работают в этой ситуации. А вот инновационный проект, в нем как раз мы сталкиваемся с проблемами, потому что мы делаем гипотезу о том, что этот показатель сработает, но он может не срабатывать. Но при этом, мне кажется, у руководителя все равно есть задача ответить на вопрос, и мониторинг должен ответить на вопрос, мы движемся в правильном направлении или неправильном. И мне кажется, что здесь просто некоторые должны быть другие требования, отличающиеся в инновационном проекте от стандартного подхода, потому что мы все равно не можем остаться без ответа на вопрос, что происходит в нашем проекте по ходу проекта. А этот вопрос важен. И я хотел бы завершить тему, связанную с определениями, но все-таки не могу пройти мимо этого комментария комментария от Сергея Назарова, скорость чтения количественная, а понимание прочитанного качественная. Скорость чтения и понимание прочитанного – это качественные показатели. Скорость чтения – это качественные показатели. И вот это парадокс такой в определении. Мне кажется, это тема для дискуссии, но я бы не стал сейчас ее начинать. Хорошо, давайте мы закончим. У меня последний тоже комментарий был от Верчи Адаевой на счет представления о том, что мониторинг внутренний – это обязательно, а оценка внешняя – тоже обязательно. Но я тоже с этим не соглашусь, потому что мониторинг может быть и внутренним, и внешним, в зависимости от того, кто его проводит в проекте. И оценка тоже может быть и внутренней, и внешней, и даже самооценка может быть. И это просто выбор подхода при ответе на вопросы оценки. Тут ограничений, мне кажется, нет. – Хорошо, я Алексею передаю слово. И у нас вот следующий слайд появился. Как же разработать хорошие показатели? – Я тебе передаю слово, Володь. – Да, ты мне передаешь слово. – Вот ты мне, а я тебе передал. – Да, да, слово. – Вот это как раз кусок нашего клуба, когда мы решили пойти нестандартным путем. В силу того, что у нас споры возникли по поводу показателей, мы бы хотели обратиться к вам, уважаемые участники. Ну, я бы хотел, как модератор, обратиться к вам. И давайте попробуем пообсуждать. И Алексей будет записывать то, что вы скажете. Все-таки, как разработать хорошие показатели? И у меня просьба такая. Вот здесь написано слово «рекомендации». То есть оставаться в пределах практического такого опыта. Давайте попробуем сделать набор рекомендаций, которые носят очень практический характер. Если мы говорим вот о том, как разработать хорошие показатели. Пожалуйста, я вас приглашаю к тому, чтобы свои идеи высказывать. – А нужно говорить или нужно писать? – Нет, нет, нет. Говорить надо, а Алексей будет записывать. – Я бы на затравке написал поручить знающим людям, имея в виду, что надо, чтобы показатели разрабатывали те, кто хорошо разбираются в этой программе или в проекте. Эксперты в предметной области. – Ну да, то есть если про скорость чтения… – Следующие, давайте. – Пожалуйста. – Мне кажется, показатель должен очень быть тесно связан, соответствовать сути того, что мы замеряем. – Показатель? – Не должен быть как побочные какие-то вещи мерить. – Суть измеряемого, да? – Да, да, да. Суть проекта. – Суть измеряемого и сути проекта. – Хорошо, еще. – Показатель должен появляться до того, как проект уже написан. То есть вы сначала знаете, что нужно целевой группе, а тогда у вас появляются показатели. – Ну, я бы добавил, может, в процессе, да, то есть имеется в виду до того, как он начал реализовываться, да, обязательно. Даже при написании. Вы понимаете, вот есть опыт такой. То есть когда пишут… Ну, у меня… Я давно живу. Вот у меня первый проект был в 1994 году. Там, значит, мы говорим, что вот целевой группе нужно то-то и то-то. И целевая группа ощущает результаты по каким-то конкретным показателям. А так в проект пишется «Целевая группа – территория общества». И для этого показатель, он модифицируется, ну, вот в разных направлениях. Может быть, немножко сумбурно. Если нужно, я, может быть, когда-то напишу просто кому-то на почту. – Хорошо. Тут есть от Светланы в чате «Понимать охват своей целевой аудитории и обязательно брать наименьшее число». – Я боюсь, нам нужны пояснения. – Да. Светлана, можете… – Пробую. Пробую. Я говорю о том, что если мы будем брать показатели с потолка, то это нам ничего не даст, да, то есть надо иметь в понимании свои ресурсы, то есть сколько мы можем охватить тех, кто в нашей целевой аудитории. То есть мы в понимании, что их будет 100, и мы их можем охватить. Мы в понимании, надо иметь в виду, что из 100 10 могут не прийти, 10 могут заболеть, и тогда мы будем брать показатель не 100, а 90. Если ресурсы наши нам не позволяют охватить более 50, мы опять-таки отнимаем тех, кто может в теории не прийти, заболеть, уехать, отпуск, ну мало ли что-то еще, и тогда берем не 50, а 40. То есть мы понимаем, сколько мы можем охватить, сколько их есть в действительности, и сколько может по каким-то иным причинам не появиться на наших мероприятиях, либо не попасть к нам в проект по каким-то своим вещам. – Светлана, я правильно написал, что целевые значения надо реалистичнее. – Да, да, именно так. – То есть учитывать внешние факторы? – Обязательно. – В том числе. – Я где-то читал, что одна из самых успешных в России федеральных программ – это программа поддержки малого бизнеса, и там один ключевой показатель превышен в 4 тысячи раз. Ну, примерно такие цифры я сейчас не помню. – В 4 тысячи раз. Ну, я не могу представить себе, как это был замысел, какой показатель мы в 4 тысячи раз превысили. – Ну, это другая крайность, когда мы назначаем целевое значение очень низкое, очень низкое, заведомо, и мы понимаем, что мы его превзойдем. – Ну, это тоже к вопросу о реалистичности. – Да, это к реалистичности, конечно. – Я просто проиллюстрировал. – Может, еще есть? – Да, пожалуйста, еще. – А еще показатель должен отражать один аспект. Ну, чтобы не получилось, чтобы показатель… Чтобы мы понимали, что именно он покажет, и чтобы там не было смешанных аспектов. – Ну, да. – В этом плане все равно существуют показатели, которые берут большие индикаторы, например, которые являются комплексными и сочетают все. Единственное, что они мало о чем действительно говорят, поэтому мне такой подход больше нравится, особенно для мониторинга, а не для оценки. – Ну, какой-нибудь индекс развития, например, который входит там 20 показателей. – Интегрированные какие-то. – Ну, если он комплексный, тогда должно быть четкое понимание, как он устроен, и мы в состоянии его разделить на вот эти… – Ну, да, то есть, при этом мало что говорить. – Ну, я бы все-таки дописал избегать таких комплексных индикаторов. – Не понял. – Ну, то, что Анатолий сказал, когда мы берем интегрированные, когда мы делаем смеси с там 20 показателей. – Так это индекс. Ну, и что такого? Если мы обоснованно это сделаем, что в этом плохого? Другое дело, что надо это все подготовить и обосновать, а почему бы и нет? – И тут правильно то, что Вера, по-моему, сказала. – Она руку подняла. – Чтобы он был рабочим, его нужно так, чтобы потом люди, которые принимают решения, могли его снова разложить и посмотреть, почему он хорош или почему он плох. – Ну, вот про малый бизнес вы тут зря сказали. Для меня это больное место. Просто потому что… Почему такое превышение? Никто малому бизнесу ничего не помогал. Создали курсы на бюджетные деньги. Люди даже не учились. Просто их записывали в списки, а потом отчитались. То есть тут 100-300, а эти люди даже не ходили туда. Поэтому это вот не пример. Но это просто изнутри. – Ну, почему? Я бы тогда в качестве рекомендации дал бы, чтобы была реалистичная система сбора значений, показателей. Вот не только определение показателя, но и как бы система сбора. Если мы заложили, да, что на самом деле мы просто записываем людей, а они этого не делают, но это что-то связанное с системой здесь хромает. – Ну, согласно. – Я бы согласна. – Вообще, на самом деле, это зависит от стратегии организации. И мы это обсуждали. Я просто знаю людей, которые сознательно закладывают низкие показатели. В сложных очень системах никто не может отследить, это действительно показатель, который показывает или не показывает. ну, в смысле, это реалистичный показатель, это то, что соответствует или нет. То есть, очень легко быть всегда отличником в этом плане. Очень легко. Это как, если бы ученик сам себе бы говорил, я ставлю себе планку, учитель не имеет возможности это проверить, и потом говорит, ну, все, у меня пятерка, скорость чтения. – Ну, тогда бы я заложил в качестве рекомендации, вообще-то, проверять то, что разработано экспертами. Ну, показатели, которые разработаны, да, обязательно должны подвергаться, прежде чем их использовать, подвергаться проверке какой-то. – Ну, то есть, должна быть хорошая система проверки, и в ней должны быть задействованы, кстати говоря, то, что звучало, ключевые стейкхолдеры, в том числе, может быть, клиенты. Ну, то есть, малый бизнес, например, может сказать, нам этот показатель вообще ни о чем, и плюс ко всему он занижен, например. – О, то есть, как бы, тестировать даже на основе участия стейкхолдеров. Да, с заинтересованными сторонами Алексей пишет. Хорошо. – Тогда еще можно, помогите мне сформулировать вот такую идею, когда показатели назначаются, предположим, по количеству выявленных преступлений или нарушений, а нужно, собственно, речь идет скорее о важности, показателей профилактических, нежели уже подтверждающих факт. И тогда возникает необходимость роста этих показателей, например, тех же нарушений и выявлений, а не наоборот. Так вот, как это лучше сформулировать, чтобы показатель был направлен на предотвращение отрицательных явлений, нежели не показатель их роста? – Ну, мне кажется, это вот общая рекомендация, вторая у нас в списке. Показатель должен соответствовать сути измеряемой сути проекта. То есть, если мы измеряем какие-то действия, связанные с профилактикой, так и показатель должен такой быть. И, но... – Наверное, наверное... – Мы когда сталкиваемся с оценкой, например, деятельности, в том числе органов власти, мы сталкиваемся вот с такими явлениями, которые кажутся вне логики, нормальной логики, которая должна, казалось бы, быть и в нормативах и так далее. Вот мне кажется, здесь вот тоже важно учитывать этот факт. – Я недавно слышал такую дискуссию по телевидению, как раз об этом, мне кажется, шла речь тоже, что когда судят о результативности работы налоговой инспекции по числу выявленных нарушений, это один вариант. А другой вариант... То есть, чем больше выявили, тем лучше. А тот вариант, который предлагался в дискуссии, был такой. Чем меньше выявили, тем лучше. То есть, если налоговая инспекция будет ориентироваться на то, чтобы помогать людям не нарушать, и из-за нарушений исчезнуть совсем, это будет идеальная работа. Вот в этом духе. – А можно привести здесь два примера? Извините, что... – У Надежды рука там была. – Да, у Надежды можно первая. – Я хочу еще добавить, что для меня хороший показатель – это тот, который сотрудники, ну, или участники, да, понимают, за который готовы нести ответственность, ну, собственно, да, на достижение которого готовы работать. – Хорошо, записали. Анатолий? – А я вот вернулся бы вот к этому кейсу, который Нина подняла. И здесь же известны два случая. Первый описан у Кэмпбелла в прошлом веке еще черт знает когда, когда датская полиция перестала регистрировать заявление об, по-моему, изнасилованиях. Речь шла, потому что этот показатель использовался для оценки, для мониторинга. И количество, то есть у них был факт такой, что количество изнасилований резко снизилось, потому что его начали использовать. А второй момент – это когда, то, что известно по 228-й статье идет, когда количество, оценка идет по количеству выявлений, а не по количеству преступлений. И, соответственно, они провоцируются, 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 и, собственно говоря, просто осуждают тех, кто и не должен был бы сидеть. То есть система, то есть и тот, и тот показатель очень, очень, и та, и другая ситуация очень плоха. И, соответственно, вот здесь нужно находить какой-то баланс. Как было предложение, вот там известное… Да, Лен, вижу. Да, как было предложение, часть показателей, они, может быть, и хороши в отношении преступлений, но в отношении них нельзя нести суждение о результативности тех, кого мы смотрим. Мы должны оценивать ситуацию, но ни в коем случае ни наказывать или не поощрять. И тогда этот мониторинговый индикатор лучше работает. Как только мы начинаем наказывать или поощрять, начинаются манипуляции. Мне кажется, здесь, конечно, речь идет о том, что разработать индикаторы сложно без понимания как бы вот того, что происходит в реальной жизни, условно говоря, какие закономерности там работают. И это одна сторона, а с другой стороны, опять же, возвращаясь к системе, делать так, чтобы не было возможности манипулировать этими показателями. Мне кажется, две стороны. Я не знаю даже, как это записать в виде рекомендаций. Елена, была рука? Мне кажется, что вот можно это сформулировать, отчасти, по крайней мере, что показатель не должен искажать суть деятельности, а, например, он не должен напрямую быть завязан на благосостояние действующих исполнителей, тех, кого, деятельность, кого замеряют. Вот показатель, именно вот такие перекосы возникают, если показатель уж совсем линейно связан с тем, каково будет благосостояние исполнителя. Ну вот если в школе, то там сколько у тебя отличников в классе? Ты перестаешь, учитель перестает заниматься сутью предмета, занимается деланием отличников. Или там школа выгоняет плохих учеников, потому что напрямую связано там, ты будешь хорошей школой, если у тебя больше хороших учеников. Вот та же история с приверой, приведенной с преступлениями и так далее, когда выявить и, соответственно, приписать важнее, чем по сути поработать. Вот мне кажется, что как-то это так надо сформулировать, что показатель не должен влиять напрямую на состояние исполнителя. Вот он не должен ни рисковать, ни опасность для него вызывать, ни блага какие-то ему судьбы. Он не должен провоцировать, отрицать свою динамику. Не-не-не, вот тут два. Это два разных аспекта. Да, риски искажения основной деятельности выгоду показать показателям. И второе – это не завязывать систему поощрения наказания. Если мы о проекте говорим. Вот так. Ну да. Получается так. Потому что подсознательно все равно люди перестраиваются. Ну вот как бы… Не завязывать на показателях системе. Не плохие, а потому что все сдвигается. Как бы цель сдвигается. Вот неудачный показатель, он может сдвинуть цель деятельности. Суть деятельности на достижение показателя. Можно примерно эту тему привести? Давайте. У нас уже время немножко подходит к следующей теме. Пусть Толя приведет. Я и хотел сказать, что да. Известный провал вот этого Буша. Показатели ни одного двоечника в школе. И что началось? Учителя перестали работать с хорошими учениками. Начали работать исключительно с двоечниками. Но чтобы еще достигнуть результата, потому что их результативность оценивала по этой программе, которая имела политический вес очень большой, они начали манипулировать с тестами. Они начали помогать. При этом система контроля там достаточно жесткая. Представьте, что там, где нет хорошей жесткой системы, что начинается с этими с манипуляциями показателя в этой ситуации. Хорошо. Уважаемые коллеги, давайте мы продолжим. Мы это сохраним тогда, а всем разошлем. Да, разошлем. Это будет как результат обсуждения. Я слово Алексею передаю. Я очень кратко, коллеги. Этот вопрос тоже у нас всплыл при подготовке. И он появился ровно потому, что на самом деле, когда начинается разговор про мониторинг, то очень часто оказывается, что при проведении мониторинга показатели вообще не замеряются. Я приведу конкретный пример. Два даже. Вот всем известны так называемые мониторинговые визиты. И наверняка, если вы выполняли проекты, то к вам приезжали с такими визитами от представителей донора, чаще всего, или внешние консультанты. Что это такое? Это когда... Чаще всего это связано с мероприятием каким-то. Вот приуроченном мероприятию приезжает ответственный человек, специально назначенный для этого. Он посещает мероприятия, разговаривает с людьми, смотрит, как там настроение, как идут дела, что получилось, что уже удалось построить и так далее и тому подобное. И во время мониторинговых визитов вы никогда наверняка не видели, чтобы человек считал количество женщин и мужчин. Сидел вот и птички ставил, сколько пришло женщин, сколько мужчин. Хотя такой показатель у вас в проекте наверняка мог быть. То есть, мы говорим, это мониторинговый визит. То есть, визит, который производится с целью мониторинга хода проекта. И при этом показатели не замеряются. Вообще. То есть, об этом речи вообще не идет. Значит, получается, что мониторинга без показателей может быть. Другой пример, недавний. Мне просто получилось так, что я в качестве... Я давал интервью. Проводился так называемый Results Based Monitoring одного проекта международного в России. И это европейская структура. Значит, то, что они придумали, мониторинг, основанный на результатах. Results Based Monitoring. И мне сказали, что вот у нас идет такой мониторинг. Пожалуйста, выдели время. Значит, с тобой человек поговорит. И со мной человек провел интервью. Там было минут 30. Мы разговаривали с ним. И там вообще не было речи о показателях. То есть, я бы сказал так, что это было нормальное интервью, которое проводится в ходе эмпирической оценки. Это была промежуточная оценка в ходе выполнения проекта. И он меня про разные вещи спрашивал. И там вообще про показатели речи не шло. То есть, даже уже европейские структуры, они, получается, проводят мониторинг, не используя показатели в данном случае. И, ну, чтобы подтвердить эту позицию, вот мы даже нашли публикацию, которая называется «Мониторинг без индикаторов». И это публикация об использовании так называемого подхода. Он называется «Выявление наиболее значимых изменений». Most significant change. Вот это MSC, это most significant change. Наиболее значимые изменения. И здесь речь идет о том, что мы можем собирать истории, мы можем разговаривать с людьми. И вот эти описательного характера информация, конечно, тоже может использоваться для проведения мониторинга. И в этом смысле, вообще-то, можно мониторинг определить как, вот справа определение, регулярное наблюдение, фиксация того, что происходит в проекте, регулярный сбор информации по всем аспектам проекта, и мы убираем отсюда показатели, потому что он, можно было бы добавить, может проводиться с использованием показателей или без использования показателей. Вот кратко о чем я хотел сказать. Да, спасибо. Может быть, какие-то вопросы здесь есть? Комментарии, может быть. Комментарии, может быть. Коллеги, простите, у меня дурацкий вопрос. А вот этот вот эксперт, который интервьюировал, или наносил визит, он по результату что говорит? Все в порядке, мне понравилось? Вы знаете, а можно узнать, кто задал вопрос? Я просто... Это... Надежда, Надежда. А, Надежда, да. Надежда. Надежда, я, честно говоря, результат-то не знаю, потому что он же как? Его наняли там какие-то европейские структуры, а я был один из нескольких десятков, вероятно, людей, с которыми он побеседовал, и он мне сказал просто спасибо. Это то, что касалось интервью со мной. А что он написал в отчете, я точно не знаю, я этот отчет не увижу. Ну, я... Меня просто интересно, я подозреваю, что у него есть какая-то все-таки оценочная форма, возможно. Ну, это предположение, да, потому что он же должен как-то свое мнение формализовать, более-менее. Это вот все-таки в таком случае это будет с индикаторами или без индикаторов? Я его ТЗ не видел, Надежда, но у меня есть подозрение, что ему в ТЗ написали ряд вопросов, на которые он должен ответить. То есть то, как мы это обычно делаем при проведении оценки. И он на эти вопросы должен был дать ответы, основанные на собранных эмпирических данных. Я думаю так, скорее всего. Спасибо большое. Можно комментарии? Да, пожалуйста. В теории вот этой вот, которая связана с показателями-индикаторами, там, по-моему, вот этот момент обсуждается. Показатели доминируют там, где вот старый телоризм присутствует, менеджеризм, говорят, называют. Когда люди не очень доверяют низовым структурам, и они говорят, надо четко контролировать и смотреть, замерять что-нибудь. А вот в таком подходе скорее здесь концептуально лежит вопрос доверия в том, что если у людей что-то происходит не так, то, скорее всего, в результате такого мониторингового визита с помощью каких-то технологий правильных, задавания правильных вопросов и в принципе того, что люди хорошие в целом, выявить это удастся. Ну, то есть надо же найти ответ на вопрос, что происходит в проекте, идем ли мы в правильном направлении, проект идет ли в правильном направлении. Но единственное, конечно, можно здесь и попасться, когда тебя там на длинном периоде обманут, и в конце получится все очень плохо. Я бы тоже хотел прокомментировать, мне кажется, вот, конечно, вот эта схема, которую Алексей представил из трех кругов состоящие, там же они пересекают друг друга, и наверняка есть вот в этих точках пересечения какие-то системы, ну, в частности, мониторинговый визит к этому относятся, где есть пересечение подходов. Я могу тоже пример привести, например, система оценки определенной, я сейчас не помню название аббревиатуры, например, работы детских садов или младшей школы, где есть определенная система, но я бы не сказал индикаторов, а факторов описано очень подробно, и эксперты, приезжая, специалисты в предмете, они как бы за очень короткое время осматривают детский сад буквально и ставят определенные баллы по наличию или отсутствию каких-то определенных факторов. Вот то же самое, если не ошибаюсь, Марина Михайлова, у них был проект с оценкой деятельности психонерологических интернатов, и Лена Мальцкая этим занималась. И мне кажется, это какой-то стык такой между экспертной оценкой и индикаторами. Там есть и индикаторы тоже, но есть просто описание факторов. Но это очень свернутое время и очень определенная система, и которая выливается в некоторое количество показателей, может выливаться, когда мы эти факторы подсчитываем их наличие. И, по сути дела, приходим к показателям определенным, и, соответственно, делаем выводы о состоятельности этого детского сада или там ПНИ примитивны к каким-то стандартам. То есть отклонения от стандартов. Ну, это трудно назвать экспертной оценкой в чистом виде, но, с другой стороны, и мониторингом, но, с другой стороны, там есть элементы и того, и другого, как мне кажется. Есть заранее заданность определенных вещей, определенная система их рассматривания и определенная система шкалирования, запись и результат. А можно перед тем, как мы к следующей теме перейдем, и, Володя, Ирина сможет сама демонстрировать. Да, да, я вижу. Я просто в чате вижу важные комментарии, вот Ольга Суслов говорит, должен быть все равно какой-то план визита, мониторинговый, перечень вопросов, на которые будем влачивать внимание во время визита. Мне кажется, это очень важный момент, Ольга, что вы отметили, потому что проведение мониторингового визита должно следовать правилам проведения эмпирической оценки. Когда мы проводим эмпирическую оценку, мы обязательно должны подумать, на какие вопросы мы хотим получить ответы, когда будем по итогам сбора эмпирических данных. И если такие вопросы не формулируются, то мы не сможем сделать план визита, который приведет нас к какому-то ожидаемому результату. Абсолютно вы правы, конечно. И вот пишет еще Светлана Моисеева, что было несколько мониторинговых визитов перед заключением гранта, после которого заключался договор. Да, конечно, потому что мы же с вами знаем, что и мониторинг, и оценка может проводиться на всех стадиях жизненного цикла проекта, в том числе на стадии до начала проекта, предпроектной стадии. Это тоже абсолютно нормальный и хороший пример. Спасибо, что вы его привели. Давайте к Ирине перейдем, да, Володя? Да, теперь у нас следующая тема. Это как раз про некоторые технические системы, связанные с проведением мониторинга, и я Ирине реже передаю, прошу ее запустить презентацию. Ирина, тогда сами будете листать. А я буду следить за вопросами и комментариями, походу. Да, добрый день всем. Я запущу чуточку позже. Я сначала, чтобы такая была логическая связка с предыдущими спикерами, проговорю про про что, про индикаторы, про преступления и про прочее. Тут же говорили об этом. Недавно прочитала такую историю. Вот представьте себе небольшой город, в котором ограбили банк. Мешки с деньгами погрузили в машину, все хорошо, и тут молодой вор говорит, давайте посчитаем, сколько мы украли. А пожилой грабитель, ну, от слова пожил, то есть опытный, говорит, что считать-то, мы телевизор включим, там скажут сумму. Вот это косвенный индикатор, на мой взгляд. Грабители уехали, тут директор банка говорит бухгалтеру, ну, нужно позвонить в полицию, вызвать полицию, 20 миллионов украли, все-таки это большая сумма. Бухгалтер говорит, 20 миллионов украли, давай скажем, что не хватает 25 миллионов. Это честная формулировка, но мы же с тобой в прошлом месяце 5 миллионов украли, мы их туда добавим. Значит, не хватает 25 миллионов, это тоже индикатор, но главное, грамотную формулировку сделать. На следующий день грабители сетка телевизора объявляют, украли 100 миллионов. Ну, фразу переврали, но сумма 100, откуда взялась грабитель, говорит, ну, 20 же у нас в машине лежало, что случилось-то? Лучше всех считал директор банка, который на самом деле еще на бирже проиграл 75, и тоже не хватает 75, не хватает 100, к чему я клоню, потому что большинство из нас знают про триангуляцию, верификацию, кто не знает, сейчас я в чат кину фразу, да, получилось. И поэтому мы можем заподозрить неладное в этой истории. И для того, чтобы не было разночтений в понимании индикаторов, в формулировках, в том, кто как считает, чего не хватает, чего хватает уникальные пользователи, неуникальные и так далее, вот мне кажется, что, учитывая, что каждый по-своему прав, даже те, кто неправильно считал, они же в своей логике действовали, нужно все-таки говорить не только о системе мониторинга и оценки, а в том числе о CRM или о базах данных. Вот сейчас, в тот момент, когда я включу экран, так, ой, сейчас, 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 видно экран? Да, да, но только, да, вот спереди. Открылась, да? Да. Ага. Вот, поэтому нам изначально наша организация, да, холдингу «Сибирский центр», казалось, что начинать нужно не только с индикаторов на, значит, в голове, не только с индикаторов на бумаге и файлах, но сразу же с базы данных. Тут, конечно, не видно кнопочки, но вот от 98-го года слайд, там наша база, в которой хранились индикаторы, выглядела вот как база данных по некоммерческим организациям, база услуг, которые мы оказываем, и куча кнопочек, которые видно на экране, где можно нажать, и там появляется. Сколько консультаций по такой теме, и дальше можно наслаивать по такой теме для женщин, для женщин там старше 30 лет, для женщин с высшим образованием, и пошли вот эти наслоения, и совершенно разные на ходу конструируемые индикаторы из этого, если правильно термин упоминаю, озера данных, которое у нас вот хранилось в этой базе. Это был 98-й год. Но я бы сказала сейчас, что от базы данных мы действительно переходим к CRM. CRM – это некая система, которая используется для повышения уровня оказываемых услуг и продаж товаров. Я сейчас не про НКО говорю, а просто про окружающий мир. И для оптимизации взаимодействия с клиентами, и для улучшения их обслуживания. Это цели работы CRM. За счет чего происходит? За счет того, что мы храним информацию о клиентах и историю взаимоотношений с ним. По каждому видим, к чему он пришел и какова история взаимоотношений. То есть мы можем цепочку результатов увидеть. Что к чему привело к успешному, а что не привело к успешному, а что более эффективным, более коротким путем привело к тому же успешному результату. И за счет этого мы можем формировать, пользуясь такой CRM, формировать и улучшать алгоритмы взаимодействия и бизнес-процессы за счет анализа результата. Вот это вот схемка CRM. Они есть разные схемки, но вот когда мы просто свой вариант разрабатывали, мы смотрели разные схемы, и вот нам вот это понравилось. Это схема CRM. Но если мы на нее посмотрим более пристально, вот на эти черные фразы, мы увидим, что вот красненьким я выделила то, что на мой взгляд связано с оценкой и мониторингом, потому что CRM позволяет формировать наглядные отчеты, схемки и так далее, позволяет хранить информацию и о контактах, и о документах, позволяет выгружать эту информацию одинаково, ну вот не как в шутливом примере, то ли не хватает, то ли не нашли, то ли не посчитали, а очень четко, что, как, уникальный, не уникальный, зафиксированный, консультация только запланирована или проведена, и все одинаково считают пользователи этой системы. Следующий красненьким выделено, что CRM нам позволяет, мониторить выполнение плана, это не моя формулировка, но это наш родной мониторинг, о котором сегодня говорим, и позволяет ставить задачи по проектам, напоминать о дедлайнах, контролировать эти дедлайны, то есть по сути является тоже инструментом мониторинга. поэтому вот такая схемка. Сегодня наше CRM выглядит вот так. Я тут закрыла блоки про компанию, про контакт. Это одна из вкладочек с услугами ресурсного центра. А дальше есть вкладочки по разным услугам, по базе организаций. Есть отчеты. Отчеты я не стала показывать, но там прям такие вот диаграммки рисуются, и тогда очевидно, что, во-первых, все одинаково считают, а во-вторых, если бы я показала диаграммки, было бы видно, что те, которые причастны к тестированию, к созданию системы, у них гораздо больше консультаций. Но это, конечно, тоже пока еще перекос, не потому что они лучше работают, а потому что это те, которые будут на них тестировали это, и они более ответственно вносят данные в систему. Но это заставляет остальных людей, вот когда мы вначале опросник заполняли, там был вопрос, в чем проблемы. В том числе была проблема про дисциплину сотрудников, про отношения сотрудников в опросе. И вот эта система позволяет минимизировать, на мой взгляд, такие риски, потому что, когда все пользуются одной и той же системой, то все одинаково относятся. Это повышает ответственность и вот унифицирует эту работу. Но это был мой взгляд на вопросы о взаимоотношениях системы мониторинга и оценки и о CRM. А вот как кажется вам, вот есть ли разница между тем, что CRM и система мониторинга и оценка, что это по отношению друг к другу, или же CRM – это некая техническая реализация системы мониторинга и оценки, и она одна включает другую, как на вариантах или 3, или 4 на картинке, или же это просто пересекающиеся системы, как вариант 2 на картинке, или же это два совершенно разных мира. И мониторинга и оценка – это что-то такое, не знаю, романтическое, что ли, красивое, а CRM – это такая техническая, прозаическая вещь. Вот мы вам предлагаем проголосовать. Ссылка в чате. И очень интересно, как получится. Ссылка в чате. Да, ссылка в чате. Еще одно голосование, и мы сейчас позже вернемся и к результатам первого, и к результатам этого голосования. И я прошу вас заглянуть в чат и проголосовать. Картинка я, наверное, уберусь. Ответить на вопрос. Да, можно, наверное. Да, чтобы можно было после того, как мы ответим на вопросы, порассуждать немножко и понять, у кого какая точка зрения и почему. Переходим к голосованию. Да. Давайте на 2 минуты. Пока идет голосование, вопрос можно задать, или мы должны его к Ирине? Можно. Ну, можно, можно, да. А мы смотрим только на СРМ в этой ситуации или на управление проектами? И это первый вопрос, смысловой такой. И для всех, чтобы было понятно, то есть там это управление отношениями с клиентами, а во втором это project management, получается. Ну, в одном и во втором случае. И второй вопрос. Какую вы использовали базу для этого? Потому что мы сейчас в организации тоже ведем на эту тему обсуждения. Вот Bitrix смотрим 24 или еще какие-то базы. Может быть, вы просто подскажете на основании чего вы это сделали. Вот такой подход. То, что Сибирский центр сделал. Ирина? Так, я со второго начну. То, что картинка была вторая, это был Bitrix 24, действительно. Это была конфигурация для НКО. Но это не готовая конфигурация, а вариант, который мы очень сильно для себя дорабатывали. И действительно, там сверху, вот к первому вопросу Анатолия, видно было на экране, что есть то, что касается проектов, реестр проектов, реестр грантов, задачи, мероприятия, регистрация на мероприятия. Вот этот project management, ТВЕ, моменты, они тоже туда входят. А вот регистрация на мероприятия, она пересекается с тем, что если пришел на мероприятие, он уже получил услугу. И дальше пошла история взаимоотношений. А если он получил услугу, а еще получил консультацию, кроме участия в мероприятии и так далее, вот из этого уже можно выстраивать индикатор. Я хотел еще добавить, значит, битрикс для НКО. У нас есть пример, когда сейчас в открытом доступе ночлежка питерская разработала некоторый такой простой вариант. По-моему, они на битриксе делали. И это не на битриксе, да, Ирина? Ну, неважно. Пример одной из систем CRM, которая вот, ну, вроде бы, как базовая они предлагают использовать некоммерческим организациям. Да, у них эта штука сделана на PHP. Просто наши участники проекта ступени эффективности использовали ее, мы ее дорабатывали, будет кейс по ней. И можно будет посмотреть, что там внутри. Ну, просто это пример такой открытый. Да, очень хороший. Открытый. Бесплатный, открытый сервер. Да, у нас следующий проект был вот как бы по применению, она выложена в открытом доступе. У нас результат есть, коллеги. Да, я Алексею слово передаю. 23 человека ответили на данный момент, а сейчас в обсуждении участвует несколько больше. Ну, кто добрался? И, как вы видите, большинство, в подавляющем большинстве случаев, 16 человек из 23 считают, что есть пересечения. И несколько меньше, что CRM часть мониторинга оценки, и наоборот, мониторинга оценки часть CRM. То есть, по большей части мы склоняемся к тому, что есть пересечения. Может быть, кто-то прокомментирует такое мнение свое? Ну, я прокомментирую. Я вот это вот поставил тоже здесь. Давайте я начну. Я хотел сказать, уважаемые коллеги, что, конечно, вот как Ирина рассказывает, система управления взаимоотношениями с благополучателями, ну, давайте переведем это в формат для НКО, да, с клиентами, а с благополучателями. Ну, можно сказать, с клиентами. Она про взаимоотношения с клиентами. И значительная, большая часть данных мониторинга имеет отношение к взаимоотношениям с клиентами, но на самом деле есть какие-то результаты, например, которые выходят за рамки взаимоотношений с клиентами. И поэтому СРМ и в принципе не охватывает эту область. Поэтому, мне кажется, есть пересечения, но есть и зоны, которые не пересекаются. То, что не нужно для мониторинга, есть информация в СРМ. И наоборот, в мониторинге есть информация, которая не имеет отношения к СРМ. Так я считаю. А, Елена Журавлева первая, а потом Вера Чадаева руку поднимала. Ну, Елена, просто первая. Ну, да, мне кажется, что это пересечение, потому что оценка сама по себе это одна область большая, то, когда мы говорим про СРМ, это другая большая. Я не воспринимаю, что одна из них может другую поглотить. Наверное, в каком-то конкретном случае, в конкретном проекте, под конкретную задачу, вот те схемы, когда мониторинг является частью СРМ или наоборот, СРМ является какой-то частью для оценки, это может быть локально. Но если мы отвечаем на вопрос вот вообще, то мне представляется, что тут нет такого поглощения. Одно внутри другого не может находиться. А под задачу мы находим ту область пересечения, которая актуальна вот в данный момент. Вера, пожалуйста, и Надежда потом. Рождественская. Ну, я такую реакцию сделала, что пересекается, потому что речь шла о конкретной компании, которая занимается тем, чем занимается. Это на примере Ирины. Поэтому вот любые консультации, центры, которые занимаются консалтингом, они, чтобы быть успешными консультантами, но у меня опыт старый, должны, прежде чем клиента взять, провести, как говорится, мониторинг и оценку этого клиента. И это моя реакция была об этом. И я сделала ссылку на книгу в чате, если кому-то интересно для себя, для разработки CRM в организации. Вот есть такая книга. Вот это все, что я хотела сказать. Для конкретной компании, для конкретной организации это часть. Спасибо. Спасибо, да. Надежда, пожалуйста. Поскольку я занимаюсь программным обеспечением для бизнеса, просто я хочу сказать, что сейчас уже CRM-система, это чуть-чуть прошлое. Сейчас уже есть система управления взаимоотношением со стрипхолдерами. То есть это не только клиенты, но и сотрудники внешние, и стратегическое управление, и каскадирование целей, и так далее. Пока они дорогие и довольно сложные. И пока безумная радость, что хоть где-то CRM внедряется. Но мне кажется, что когда через сколько-то лет эти системы придут в некоммерческий сектор, то можно будет сказать, что в принципе система мониторинга и оценки, да, и система вот эта, они равнозначны. Спасибо. Ну что, мы плавно двигаемся к такой финальной стадии нашего заседания. И я Алексею Кузьмину еще раз передаю слово. У нас был опрос в начале. Да, 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 да. Сейчас, Алексей. Да, я возвращаюсь к первому вопросу, да, какие сложности сейчас всего возникают в связи с мониторингом проектов программ, и вы отвечали на анкеты. Да. Результаты опроса вот такие, уважаемые коллеги. Это все будет в раздатке, которую мы разошлем. То есть в эту презентацию уже включено и сохранено. Смотрите, получилось так, что больше всего ответов, касающихся сложностей, вот больше половины, да, 56 процентов, касаются разработки качественных показателей и разработки инструментов для замера значений показателей. То есть это вызывает наибольшие сложности. И на третьем месте это определение необходимого числа показателей. и я думаю, что может быть мы в оставшиеся 15 минут как раз вот поговорим об этих трех сферах, которые вызывают трудности. И мне кажется, что можно было бы начать с разработки качественных показателей. Давайте, значит, ну, о чем идет речь здесь? Значит, показатель это некоторая характеристика программы, которая поддается измерению и которая позволяет судить о других характеристиках, которые непосредственному измерению не поддается, да. И когда мы говорим о качественных показателях, то эта характеристика носит качественный характер. Она не отвечает на вопрос сколько. Например, когда мы говорим удовлетворенность благополучателей, это не отвечает на вопрос сколько. Это, конечно, качественная характеристика программы. И разработка качественных показателей, как мне кажется, вот я хотел бы начать это обсуждение. Одна из сложностей, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно придумать, каким образом качественную по природе своей явление трансформировать в числовое значение показателя, потому что качественные показатели, они тоже все должны иметь числовое значение. И именно поэтому, например, когда мы говорим показатель удовлетворенности потребителей, как его считают? Мы считаем долю потребителей от общего числа, которые степень своей удовлетворенности по пятибалльной шкале оценили на четыре или пять. И, соответственно, степень удовлетворенности вот таким образом получается в процентах. Вот мне кажется, вот это основная сложность, каким образом перейти, сделать вот этот переход от качественной природы самого явления к какой-то шкале, которая позволяет численно использовать уже значения. Ага. К дискуссии переходим, да? Ну, дальше давайте, да. Я хотел про качественные показатели. Вот как раз про качественные показатели. Там Сергей Назаров в процессе, когда немножко мы затронули, поднимал руку, а я ее упустил. Может быть, у Сергея есть что-то вот про это. Сергей Назаров, слышите меня? И, по-моему, рука была поднята как раз в тот момент, когда там была вот именно тематика затронута качественных показателей про скорость чтения. Ну, хорошо. Кто-то еще, может быть? В чем трудности с качественными показателями? А. Да, Елена. Вот если не удается сделать шкалу, ну, или возникает ситуация, когда неочевидно, ну, сомнения есть, что можно предложить шкалу, там, пятибальную, десятибальную, и вот человек как-то ответит. А, например, сейчас, чтобы было понятно, пример, когда мы спрашиваем участников, там, ресурсной группы родителей приемных про взаимодействие с ребенком, предлагаем им некие фразы, они должны из фраз выбрать то, что на данный момент соответствует, ну, как бы, их состоянию. И, например, если мы берем разговор, ну, вот один из последних примеров был, мы хотим понять про то, как происходит конфликт, то тут не может быть показатель, чтобы конфликтов было меньше с приемным ребенком, это не про то. Нам важно, например, что, ну, один из ответов может быть, что почти всегда удается найти, договориться там с ребенком, с подростком, или, там, почти никогда не удается. Это еще похоже на шкалу, но иногда бывают такие ответы, которые не укладываются в шкалу, что, например, мы придумаем, как нам кажется, отражающие более точно, и они не шкала. Вот, например, есть четыре варианта ответа, и мы для себя считаем, что мы бы поставили побольше баллов за этот ответ, поменьше за тот, но, строго говоря, это не шкала. Вот насколько это корректно, мы же делаем это, исходя из конкретного, ну, там, занятий конкретных ресурсной группы, да, то есть мы хотим увидеть, эта группа дала вот этот сдвиг из одной позиции родителей в другую, вот, но у меня всегда возникает такой вот вопрос, насколько это корректно, если это не выглядит как шкала. Ну, и продолжай, Елена, это не выглядит как индикатор, да? Ну, вот вообще, что это, да, то есть это качественное, это будет показатель, мы делаем это регулярно, мы можем считать, что это вот в рамках мониторинга того, как проходят эти ресурсные группы, это, ну, то есть мы для себя считаем, что это вот такой может быть качественный показатель, но, но, может быть, мы заблуждаемся и надо вообще действовать по-другому. Ну, кстати, вот с этим тоже связан сейчас комментарий, который в чате пришел от Ольги Сусловой насчет использования стандартизированных таки шкал, верифицированных, ну, например, если мы измеряем какие-то аспекты поведения, да, там, приемного родителя или в его взаимодействии с ребенком, да, приемным, ну, в мире много чего в психологии делается, и вот есть, есть как бы шкалы, которые там в научных исследованиях как минимум используются, как диагностический инструмент, вот это большой вопрос. У меня тут есть сомнения в том смысле, что иногда есть риск того, что стандартизированная какая-то шкала, она может немножко быть, ну, как бы, вот образ такой, она натягивается на ход проекта. Мне кажется, все-таки индикатор это та вещь, которая конструируется вместе с проектом и исходит из него, а как всегда мы знаем, проект всегда это участвуют уникальные какие-то вещи, и в этом смысле стандартизированные шкалы могут не очень соответствовать тому, что реально в проекте производится. Это одна из сложностей, мне кажется, разработки качественных индикаторов, ой, качественных индикаторов, простите, качественных индикаторов, использования каких-то, знаете, самый простой пример я могу привести, это когда вот у нас в нацпроектах или в федеральных программах используют статистические показатели, и мне кажется, эта идея исходит из того, что вроде вот есть инструмент, но давайте мы возьмем там показатель смертности для какой-то программы, ну, и это очень такой социально значимая вещь, там смертность, объем смертности, но сама программа, ее содержание часто может быть не про это, и есть нюансы какие-то, и тогда такой показатель становится плохим средством измерения, потому что не соответствуют специфике, и нюансы каким-то очень важным. Я защищать нацпроекты не буду, Володь, но я хотел защитить эти стандартизованные шкалы, я понимаю пафос того, что ты говоришь, но, по-моему, если мы владеем информацией о таких шкалах, то это просто замечательно. Другой вопрос, что насколько релевантна та или иная шкала для использования в нашем проекте, и я вот могу вам недавний пример привести, который вот я обсуждал тоже с коллегами, значит, выполняются проекты, там в нем участвуют подростки, и предполагается их активное взаимодействие, и что по ходу проекта они начинают больше общаться. Вот такая вот характеристика качественная. Они лучше и больше общаются. И вдруг я смотрю, что они обсуждают использование шкалы экстраверсии и интроверсии в этом проекте для того, чтобы понять, насколько вот это случилось. Ну, мы же с вами понимаем, что эти вещи, они не тренируются, это как бы некая данность и то и другое абсолютная норма, и человек просто живет со своей экстраверсией или своей интроверсией, и никакой проект на это не повлияет, другое дело, как он с этим живет. И поэтому вот, например, ту шкалу в этом случае использовать было бы, конечно, некорректно. Но, в принципе, знание стандартизованных шкал, конечно, это не лишнее абсолютно. Но я не хочу сильно затрагивать это развитие, просто... И вообще, я тебе отвечаю не как ведущий сейчас, а как психолог. Ну, имеющий базовое образование психологическое, неплохое, с моей точки зрения. Просто, мне кажется, тут очень много проблем скрывается, потому что, ну да, за стандартизованными шкалами есть определенный конструкт, да, стоит. Определенное представление людей, которые эту шкалу конструировали. И, ну, во-первых, ты подтвердил мою точку зрения, что это вопрос, как этот конструкт и тот ли конструкт в проекте используется. А, во-вторых, есть, мне кажется, административные такие политические проблемы со стандартизованными шкалами, например, у нас в России. И вопрос, как проводилась стандартизация и верификация этих шкал. Вот, в чем у меня сомнения. И если эти шкалы, например, открытым в доступе лежат, как большинство таких, так называемых, стандартизированных инструментов в нашей стране, в частности, психологической диагностики, у меня возникает большой вопрос о возможности его использования для такого тонкого инструмента, как показатель. Если речь это правильно. Можно я включить вот в эту дискуссию. Но мне кажется, что здесь простой момент такой смысловой. Мы всегда пытаемся сложное социальное явление замерить с помощью простой шкалы или разложить, ну, в цифре отразить. И понятно, что это всегда упрощение. И весь вопрос, вот эта шкала, можно ли это отразить одной цифрой, или это должен быть набор показателей. И второй момент, не является ли это упрощение драматически разрушительным для самого замера. Это вот в отношении. А я вот к Елене хотел, к Елене Журавлевой вернуться, вот к этому показателю. У меня там три вопроса возникло, когда вы сказали, вот это вот эта шкала или это не шкала, когда мы получаем ответ на этот вопрос. Там у меня был вопрос такой, на какой именно вопрос вы получаете ответ, в какой форме вы его получаете, на что мы хотим узнать в результате, когда мы там галочку где-то поставили. А самый, может быть, главный момент, дальше вы каким-то образом обобщаете вот это вот, то, что вы рассказывали, или нет, приводите в статистику, делаете какие-то суммарные. Просто если вы не приводите, а выносите суждение только в отношении одной семьи, одного ребенка, сложного, то, в общем, это сильно, наверное, не индикатор проекта, а индикатор там ситуации взаимоотношений. Мы делаем это, мы начали это делать, мы сделали это на одном потоке групп, а сейчас планируем делать, группы будут регулярные. Там такая возникла у нас, мы спрашивали, ну, две вещи нас интересовали. После прохождения вот этой программы, что у родителей происходит по их субъективному ощущению в плане раздражения, направленного на ребенка. Ну, вот там была, в одной из групп, это была как бы одна из ключевых таких тем, что и это ложится легко в шкалу. А второй момент был именно с тем, как они реагируют на конфликтную ситуацию с приемным ребенком. И там у нас не получилось шкалы, потому что как мы действовали? Мы из предыдущего опыта взяли формулировки самих родителей. То есть мы пытались, у нас была идея, что можно придумать свою шкалу из правильных слов, от плохого к хорошему. Но мы попробовали сделать, исходя из того, как говорят сами родители, и пытались уйти от вот этой идеи, что конфликтов должно быть меньше. Потому что одна из проблем, с которыми мы столкнулись, что это неверная идея. То есть мы не поможем родителю, если мы будем... Он вынесет от нас, что надо меньше конфликтовать с приемным ребенком. У нас другая задача. И будет подавлять этот конфликт. Ну да, да. Вот в том-то и дело. Поэтому мы пытались найти фразы, максимально к ним приближенные, чтобы никак не исказить суть. И у нас, повторюсь, про раздражение. У нас легко получилась шкала, и она органично, родителям легко найти себя. Мы предлагали такой вопрос в анкете, что выберите фразу, которая вам наиболее точно отражает ваше взаимодействие с ребенком в настоящее время. А дальше они из фраз выбирали. Там было, например, шесть фраз. И они выбирают. И вот сомнение наше в том, что когда мы про эти конфликты спрашиваем их же фразами, у нас-то есть представление, какая фраза, ну, условно говоря, лучше, какая хуже. То есть мы можем ранжировать эти фразы, исходя из содержания курса. Но при этом это не шкала, потому что вот, ну, если это выписать последовательно, то... То ли надо... Как вы обрабатывали второй показатель? Вот, ну, первый понятно, да, то есть у вас, как бы, он подвергся шкалированию, а второй, то есть вы в отношении только семьи какие-то выводы делали? Или вы пытались на основании этого сделать выводы в отношении там всего там образовательных программ? Ну, мы пытаемся сделать, мы надеемся, что, как бы, если эта группа работает регулярно, не все время с разными участниками. Ну, там 10 занятий, и потом новый набор, и новая группа, а программа та же, что мы рассчитываем собирать вот эту обратную связь и посмотреть, нам важно понять эффект от группы, да, от того, что они проходят эти 10 занятий. Коллеги, я вынужден сообщить, что у нас время выходит. Да, я знаю. Извините, ради бога, что прерываю. Очень интересный разговор, но нам надо закончить вовремя. И у нас важный комментарий от Светланы Моисеевой. Просто давайте его примем к сведению, что Светлана вот это сказал. Может быть, второй показатель был лишним, показателей должно быть необходимое достаточное количество. И я бы хотел сказать, что действительно, может, это был и не показатель даже. Раз шкалы нет, то не показатель. И насчет количества показателей у нас был пункт там. Вы знаете, да, есть вот в одной книжке, я дошел до такого места и начал уже радоваться. Автор сказал, сейчас он объяснит, сколько должно быть показателей. И дальше он сказал ровно то, что написал Светлана Моисеева, очень знаменитый международный консультант, что показателей должно быть минимальное количество, которое позволяет измерить то, что мы хотим измерить. Вот такая вот глубокая и мудрая формулировка. По сути, она правильная. Вопрос в том, как определить это минимальное количество, убедиться в том, что оно действительно позволяет измерить. И поэтому действительно, здесь надо какое-то многоточие ставить. Вот Анатолий предлагает отдельный разговор сделать по показателям, в том числе по Key Performance Indicators, ключевым показателям эффективности. и система сбалансированных показателей для сектора. Возможно, да, действительно надо будет тему просто взять, показатели. Похоже, она у нас в этот раз родилась. Володя, я... Потому что получилось так, что вроде бы мы про трудности говорили и к самому концу, и тут только начинается разворачиваться разговор. Уважаемые коллеги, действительно время подходит к концу, мы должны заканчивать. Я бы хотел поблагодарить всех участников, и активных участников, и тех, кто просто слушал, и тех, кто там специально готовился к этому заседанию. Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, может быть, что-то новое такое вы услышали неожиданное, или наоборот подтвердили какие-то свои убеждения. Вот. И спасибо вам. Мы будем продолжать это дело. У нас есть уже график складывается. И... Ну, мы пока не можем сказать следующую тему, да? У нас пока они так рождаются спонтанно. Но вот одно... Но мы можем сказать следующую дату. Да, мы можем сказать следующую дату. И вот есть предложение Алексея продолжить по показателям. Может быть, и так. Вот. Следующая дата, Леша, скажи, пожалуйста, когда. Второй четверг следующего месяца. Второй четверг следующего месяца. Ты число можешь сказать? Я могу, но не сразу. Это сложнее будет. Да, да. Я надеюсь вас всех увидеть в следующий раз. Приглашайте своих коллег, знакомых. Вот там, правда, будут у нас тоже события про оценки. Я напоминаю, что скоро конференция у нас будет, да, в начале октября, где-то рядом вот с этим вторым четвергом. Участвуйте в ней. И, ну, всего хорошего. До свидания. До свидания.